Дамы и господа, это поединок полусредневесов и в сильном углу. Боец, которому 22 года, рост 175 сантиметров при весе 66 килограммов 300 граммов. Базовый стиль, бразильская джиу-джитсу. Его профессиональный рекорд безупречен. 8 поединков, 8 побед. Из клуба «Алигатор», «Баксан», «Кабардино-Балкария», «Россия». Мухаммед Хока! И его соперник, стоящий в красном углу. Бойцу 24 года. Рост 184 сантиметра. Вес также 66 килограммов 300 граммов. Базовый стиль ушу-саньда. Его послужной список насчитывает 8 побед. При всего двух поражениях представляющий клуб «Дагестан Файтерс» «Махачкала-Россия». Забит Магомед Шарипов! Рефери боя Вячеслав Киселев. Итак, 14-й поединок сегодняшнего вечера. Мухаммед Коков против Забита Магомед Шарипова. Это полуфинал в полулегком весе. Напомню вам, что в первом полуфинале победу одержал Абдул-Рахман Тимиров. Очень мощный боец. Удалось ему досрочно выбить из турнира Александра Матмуратова. Но, в общем, там разница в классе была налицо. Здесь также два очень сильных бойца. Мухаммед Коков 8 побед, ни одного поражения. Причем 7 побед из 8 одержаны досрочно. Ермек Тлаулов единственный спортсмен, которому удалось полные два раунда продержаться против Мухаммеда Кокова. Все остальные были вынуждены капитулировать досрочно. Забит Магомед Шарипов 8-2. Но последние четыре боя Магомед Шарипов выиграл. Причем три из них также выиграл досрочно. Смотрим внимательно за тем, как будут развиваться события здесь в октагоне. Могу сказать, что знаю обоих бойцов неплохо достаточно. Коков дрался неоднократно на турнирах, которые мы организовали. Показал очень хорошую технику грэпплерскую, торцовскую. И Магомед Шарипов тоже дрался у нас с хорошими нашими грэпплерами. Это же с Ифтихором Арбобовым, с Артаком Азарианом, которые считаются очень сильными борцами. Поэтому ярко выраженный ударник очень хорошо защищается, забит от борьбы. И ярко выраженный борец, очень хорошо борется Магомед Коков. Вот то, что сейчас были попытки от Кокова перевести. Ох, как с развороту-то сейчас зарядил Магомед Шарипов. Выделяет очень Магомед Шарипова рост его при его весе. Метра 84, кола 66 грамм достаточно редкий. Да, таким вот выглядит, как будто, знаете, дети разного возраста. Это бойцы. Намного ниже ростом Коков. В общем, такой бескомпромиссный характер принял этот поединок с самого начала. Ну, тут однозначно, как бы, понятно для того же Кокова, что ему нечего делать в стойке. То есть, забит только будет разбивать, разбивать, разбивать и все. То есть, все время, что он находится в стойке, он будет наносить ущерб и выигрывать. Да, сейчас. Ну, в Шу Сен-Дис очень сильный, хорошие такие жесткие удары, которые неприятно прилипают, как сказать, к телу. Поэтому тут вариантов особых нет у Кокова. То есть, задача перевести в свою стихию, и там будут хорошие, как бы, шансы стойки стоять, тяжело и накладно для себя. Вот Коков сейчас обратил, я внимание, очень быстро, так мощно врывается на ближнюю дистанцию, проводит несколько ударов и затем пытается осуществить переводы. Ну, такая классическая, в общем-то, техника для борца, которая еще и ниже роста. Ну, не за что, он просто бьет с места, а тут надо все-таки с подшагом набить, потому что за счет как разницы в длине рук и роста нужно ее компенсировать за счет подшага. Выцеливает Магомед Шарипов. Кокова. Вот опять многоударная комбинация, пошел вперед Коков, но сразу же Магомед Шарипов отходит. Опять такой лоу-кик выбрасывает, причем вкладывается в эти удары по нижнему этажу Магомед Шарипов. Очень мощно они смотрятся. Жесткий удар, очень неприятный. Ароматурным прутом делать. Вот сейчас круто Коков поднырнул под джебом оппонента, прошел в ноги и, конечно, здесь без вариантов. Результативный тейкдаун. Остается менее полутора минут до окончания первого раунда. Успеть бы воспользоваться этим. В портере забит тоже защищается очень неплохо. Сейчас сам пытается набросить на руку, на треугольник подвязать. У него задача просто продержаться. Встает Магомед Шарипов. Спортсмены в клинче. Рефери прижимает забитка оппонента к сетке. И рефери указывает бойцам шорт исполнили. Забитка. Теперь уже в атакующей позиции у сетки Коков. Навстречу периодически также колени Магомед Шарипов включает. Патовая ситуация. Концовка первого раунда. Выводит рефери бойцов на середину. В общем, остается у них всего лишь несколько секунд до окончания первого раунда. Заряжает мидл-кик по корпусу Магомед Шарипов. В общем, на этом все закончилось. Ну, не все, а только первые пять минут. Первые пять минут. Ну, что ж, понятно примерно уже, в каком ключе будет проходить этот поединок. Другое дело, что совершенно неясно, на чьей же стороне в итоге окажется преимущество. Пожалуй, самый красивый момент этого первого раунда. Удар с разворота точно в цель нанес Магомед Шарипов. Секунданте, Бакинчик летит. Бакинчик летит. Второй раунд, готовы? Бой! И это второй раунд в Сочи. Поддержите спортсмена! Активно начал Мухамед Куков. Пытается его как можно более жестко встречать. Забит Магомед Шарипов. Очередной удар с разворота. В стойке, конечно, намного более жестко, более разнообразно выглядит Магомед Шарипов. Раскрывает всю богатство своей техники. Ушусин, да. И еще и сам переводит в партер-борцов. Пытается забрать сейчас спину Магомед Шарипов. Берет такой очень неприятный захват сзади. Отсюда можно наносить удары. Отсюда можно попытаться вновь перевести. Коленом просто мощнейшим образом включается Магомед Шарипов. По защите и то почувствовал Мухамед Куков этот удар. Попытка очередного перевода. На сей раз Мухамед является инициатором. Шею взял за ног. Призывает Магомед Шарипова работать коленом. Отпускает он соперника. Сразу же Мухамед Куков идет вперед. Выбрасывает несколько ударов. Но ни один из них цели не достигает. Последний был по защите. Очень много сил тратит Куков. В принципе у него других вариантов и нет. Да, ему приходится. То есть только в такой манере он и может рассчитывать на успех в этом поединке. Очень неудобный для Кукова соперник. Такой как Магомед Шарипов. Который переигрывает его явно. Он перебивает в стойке и при этом не уступает борьбе практически. Практически не уступает. Еще неудобный очень рост человека. Я боролся с Сашей Волком. Там где у человека всегда локоть, у него нет локтя. Где колено или еще что, тоже там нет. Но где-то находится гораздо дальше. На 10-15 сантиметров дальше. Нестандартно. Очень длинно и непривычно. Уже как-то не очень активен Магомед Шарипов. Видимо подустал. Все-таки еще только середина второго раунда. Рано уставать. Кстати, вспоминая Александра Волкова. Скоро ему предстоит поединок с Чейком Конго в Беллатаре. По-моему, совсем скоро. Но сейчас будет в Беллатаре буквально на следующей неделе турнир, где будет Ким Буслай с Кен Шемрок. Но это такой скорее выставочный бой. Там наших ребят не будет. А потом внимательно следите за нашими анонсами. Этим летом будет биться Андрей Корешков за титул с Дугласом Лимой в полусреднем весе в Беллатаре. И Александр Волков, Чейк Конго. Тяжелое испытание для Александра. В общем, неудобный соперник очень, Чейк. Подбадриваю секунданты Мухаммеда. Амир Герондоков, тренер спортивного клуба «Аллигатор». И сам хороший боец. И готовит очень сильных ребят, хороших. Ездит по многим турнирам. На наши турниры приезжают, на многие другие. И очень хорошо, успешно выступают. Небольшая пауза возникла. Что там с здоровьем, по-моему? Нет, там все равно амуниция. Не, не, показывают с рукой чего-то. Перелом руки. Перелом руки у Мухаммеда Кокова. Вот это да. Ну, может, как раз вот удары ногами, которые были либо колено, либо чертушки, которые запускали. Ну что ж, как проходил этот поединок в таком бескомпромиссном, в общем, стиле, так и закончился он очень жестко, к сожалению, травмой Мухаммеда Кокова. Будем надеяться, что перелом не самый страшный, который может быть в такой ситуации. И знаем мы, что вот эта локтевая кость, она очень тесно связана со связками, которые держат ее там в районе локтя. И любое смещение, в общем, рвет связки и увеличивает время восстановления на несколько месяцев. Ну что ж, поздравляем мы в любом случае забитым Магомед Шарипова. К сожалению, конечно, для Мухаммеда Кокова закончился этот поединок для него травмой. Но ни в коем случае это не умаляет заслуги Забито. Он, в общем, в своем стиле очень мощно, очень жестко провел этот поединок. И теперь в финале гран-при в полулегком весе АСБ, чемпионата АСБ, он встретится с Абдулом Рахманом Тимировым. И ваши аплодисменты для его соперника Мухаммеда.